МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Небольшой дождь не помешал праздничной церемонии. С водиками в руках к мемориалу воинской славы с самого утра шли сотни жителей Хакасии. Память павших героев, годовщину Великой Победы почтили ветераны и первые лица республики. Возложили к вечному огню венки и цветы. В честь подвига народа-победителя прогремел и оружейный залп. Салют! Празднования продолжились на Первомайской площади, грандиозным для Хакасии парадом победы. В этом году 9 мая впервые отмечали возле Дома правительства. По инициативе временно исполняющего обязанности главы Хакасии Виктора Зимина для жителей республики организовали большую праздничную программу. Увидеть ее могли не только абаканцы, но и вся Хакасия. С площади вели прямую трансляцию. Ветераны и труженики тыла заняли места почетных гостей. Для их удобства на случай непогоды специально оборудовали крытые трибуны. Первыми Хакасию с Днем Победы поздравили власти республики. Дорогие ветераны, уважаемые земляки и гости Хакасии. Поздравляю вас с Днем Великой Победы нашего народа над фашизмом. 9 мая для всех россиян особая священная дата. Непомерно дорогой ценой нашей стране досталась эта долгожданная победа. Парад подхватили артисты театрализованным представлением. Еще беззаботное детство и школьные выпускные вечера. Июнь 41-го. Фашистская Германия напала на Советский Союз, развязав самую страшную и кровопролитную войну в истории нашего Отечества. В течение первого часа в военкоматах Хакасии уже лежали два десятка заявлений от добровольцев. Всего же из республики на фронт в годы войны ушли практически 70 тысяч человек. Кого-то война застала подросткам. В 43-м году нас призвали 5 января, но потом два месяца обучались и на фронт. Вернулись домой меньше половины. До сих пор неизвестно точное число погибших. За доблесть и героизм тысячи фронтовиков нашей республики получили ордена и медали. 32 звания Героя Советского Союза. Еще 15 встретили победу полными кавалерами Ордена Славы. Подвиг героев почтили минутой молчания. Развязка в войне и день, когда новость о победе стала реальностью. Фронтовики запомнили на всю жизнь. Как объявили конец войны. Тут и гармошка нашлась, тут и, как говорится, и танцы, как говорится, и радость идем. Война закончилась у меня в Альпах. Мы не знали. Что-то выходим, надо же к своим выходить. Выходим. Вдруг нас окружили. Что не было никогда, мы не позволяли такую роскошь никому. Положительное оружие. Но видишь, окружили наши ребята, наши солдаты. Торжественным маршем по площади прошли военнослужащие Абаканского гарнизона и силовые структуры Хакасии. Около 400 человек. С военной выправкой пошагали и кадеты из Саиногорска. Праздничный митинг прошел без сбоев. За порядком в День Победы следили наряды полиции. Более полутысячи сотрудников дежурили в этот день на улицах города. Бессмертный полк. За отвагу и героизм близких людей. В прошлом году эту идею предложил город Томск. В этом мае бессмертные полки прошагали по многим городам России. Для самих участников это дань памяти тем, кто встал на защиту страны в трудное время. Это мой дедушка Кирилл Николай Андреевич. Он умер, когда я только родилась. Он служил на Белорусском фронте. Я, хоть я его не видела, но я его очень люблю и буду помнить. Когда я шла, мне казалось, что он рядом со мной. И я думаю, он был, гордился. День Победы в Хакасии отмечали вплоть до позднего вечера. В память о погибших у вечного огня зажгли свечи. В виде звезд их выложили на аллеях у мемориала славы. Над городом прогремел праздничный фейерверк. К теме празднования Дня Победы и сохранения памяти об участниках войны мы еще вернемся. А сейчас к другим новостям. Погода внесла коррективы в работу теплоэнергетиков. Отключение горячей воды, запланированное на завтра, переносится на 21 мая. Изменить дату было решено в связи с установившейся прохладной погодой. Администрация Абакана согласовала с руководством ТЭЦ новый график проведения гидравлических испытаний городской системы теплоснабжения. Отключение от горячего водоснабжения перенесено на неделю. Напомним, без горячей воды абаканцам придется обходиться 4 дня до пятницы. На капитальный ремонт многоквартирных домов в Аскизе несколько лет назад были затрачены миллионы бюджетных рублей. А в итоге отремонтированные дома сегодня выглядят значительно хуже, чем до реконструкции. Жители, разумеется, обратились в суд с жалобами на подрядную организацию, но проиграли. И сегодня сами восстанавливают свои дома. Репортаж Алексей Гончаренко. Отремонтированные в поселке станции Аскиз дома можно узнать даже издали и по новым кровлям, и по внешнему виду в целом. Будто подвергшиеся набегу вандалов фасады зданий на самом деле разрушены под воздействием всего лишь ветра и дождя. Капитального ремонта хватило на один только год. А подрядчики уверяли, что современный отделочный материал безупречен, прослужит долго. И в подтверждение предоставили сертификат, из-за которого обратившиеся в арбитражный суд собственники жилья и проиграли процесс. На суде нам сказали, что по документам, по документам, все хорошо и все нормально. И что вот этот вот именно СМЛ, он видите, как вот здесь все так описано, что он значит, вот имеет твердость, имеет значит, вот прочность, твердость. Благоустойчив он написан, вот здесь вот. Буквально вот мы из-за этих нескольких слов суд проиграли. Собственники жилья в недоумении, что сертификат стал более весомым доказательством, а не фотографии, приложенные к делу пострадавшей стороной. Суд потребовал документального подтверждения, что на отделку использовался стройматериал, не соответствующий техническим характеристикам сертификата. И нам рекомендовали, в общем, сделать экспертизу независимую, но это было очень дорого, за два дома где-то около 80 тысяч. У нас таких денег не было. Под реконструкцию по федеральной программе на станции «Аскиз» попали 12 домов. Десятки миллионов рублей потрачены впустую. Члены ТСЖ сомневаются, что все средства ушли по назначению. И говорят, что они такую работу фирмы «Симантстрой» отказывались принимать еще на стадии ремонта. А курировавшие подрядчиков жилинспекции и поселковая власть под приемкой подписались. Теперь с подрядной организацией похоже, что взятки гладки. Гарантийный срок прошел уже по подрядным работам. Согласно контрактам будем отделать тех средств, со средств своего бюджета. Это будет все убираться, будем это профлистом обшивать. Не дожидаясь очередного бюджетного ремонта, жители постепенно сами отделывают дома. Говорят, стыдно за такой их слишком неэстетичный вид. Марина Суденкова одна из первых потратилась на стройматериалы и услуги рабочих. Денег хватило пока только на половину одной торцевой стороны дома. Потому что ничего же решаться проблемой другим способом не будет. Никто нам ничего другого не сделает, если мы с вами, наверное, не сделаем. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Возвращаемся к теме празднования 68-й годовщины Победы. Хакасия отметила 9 мая с особым размахом. Во всех городах и районах прошли митинги и парады. С Днем Победы участников Великой Отечественной войны поздравил и Верховный Совет Хакасии. Представители парламента встретились с ветеранами города Черногорска. 68 лет назад эти люди встретили долгожданную победу. Кто-то шел к ней по линии фронта, кто-то ковал ее собственным трудом в тылу. За героизм и несломленную волю они получили орденные медали. Но самой высшей наградой, признают, стал май 45-го. Вы не представляете, когда в деревне объявили, что День Победы, это вообще друг друга чуть не задавили, не задушили. Целовались, обнимались. Вообще столько было радости. Думаю, ну все уже теперь. В годы войны из города угольщиков ушли на фронт более 4 тысяч солдат. Старики, женщины и дети взвалили на себя весь труд. В годовщину Победы поздравить ветеранов Черногорска пришли не только творческие коллективы и местная администрация. На встречу приехали и представители Верховного Совета Хакасии. Благодарность за воинский подвиг от всего республиканского парламента выразила председатель Комитета по культуре, образованию и науке Лариса Карпова. Мы в долгу перед вами за слезы ваших матерей и жен. Мы в долгу перед вами за наш пехвыртые могилы. Мы в долгу перед вами за похоронки треугольников. Мы в долгу, огромном в долгу перед вами. И все, что бы мы ни делали, это все будет очень мало. Потому что вы и только вы сделали самое большое в мире. Вы победили, дорогие. С Днем Победы! А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не поставим. И даже спустя 70 лет воспоминания крепки. Как шли фронтовыми дорогами, какими нечеловеческими усилиями гнали врага со своей земли. Я на Востоке был. Когда Амур переплывали, Амур разлился где-то на 20 километров. И вот нас на анфибиях перевозили на ту сторону, в Китай. Если лучшая награда военных сороковых – это поражение врага, то лучшая благодарность участникам Великой Отечественной сегодня – чтить и помнить победу советского народа. Одним из лучших музеев под открытым небом в республике признан Ширинский археопарк. Прошлым летом его посетили более 12,5 тысяч туристов. Здесь построена новая юрта, сторожка, купленный катамаран и лодка, чтобы сплавлять отдыхающих по белому июсу. Однако самая большая гордость сотрудников музея – отсутствие мусора на тропе шаманов и надписей в уникальных гротах. На это лето у руководства археопарка амбициозные планы. Во-первых, построить несколько казачьих изб. Во-вторых, на базе археопарка будет проходить одна из секций третьего международного форума по культурному наследию и фестиваль «День Ивана Купала». Будут приглашены коллективы красноярские, новоселовские коллективы. Вообще у нас задумка сделать это некой альтернативой Саянскому кольцу. Если у нас все это получится, а я думаю, что у нас это безусловно получится, это у нас войдет в традицию ежегодно проводить с 6 на 7 июля вот такое празднование. В этом году в Абакане должна преобразиться первая музыкальная школа имени Кинеля. Здание 37-го года постройки к памятникам архитектуры не относится. Но руководство учебного заведения намерено сохранить стиль сталинского классицизма. А в соседнем Черногорске в этом году обещают восстановить аварийный и полуразрушенный кинотеатр «Россия». И хотя здание вновь попало в частные руки, в местном отделе архитектуры уверены, новый собственник сумеет сохранить то, что осталось. О перспективах исторических зданий Олеся Калиниченко. В Хакасии архитектурными изысками небогато. В столице республики, да и в соседних городах нет памятников зодчества, которые представляли бы историческую ценность. Ни одного здания нет статуса памятника культуры регионального значения, не говоря уже о федеральном. То есть закон, то немногое красивое, что построили в середине прошлого века, не охраняет. Если здание попало в частные руки, оно вполне может повторить судьбу Черногорского кинотеатра «Россия». Месяц назад его выкупил новый собственник, и местные власти надеются на качественную реконструкцию того, что уцелело. Не так много зданий исторического значения, внешних, с капителями, с колоннами, остались вообще у нас в Хакасии. И поэтому это ценный материал, его нужно сохранять. Абаканским зданиям сталинских времен повезло больше. Дом, где сегодня расположена первая музыкальная школа, построен в 37-м году 20-го века. Долгие годы он принадлежал Министерству образования. Культуре его отдали только в 84-м году, и только тогда сюда переехала музыкальная школа. По мнению директора, для музыкального искусства здание приспособлено идеально. Здесь много индивидуальных классов, высокие потолки. Единственное, чего не хватало – просторного концертного зала. Его достроили и сдали в эксплуатацию в январе этого года. После этого откладывать реконструкцию старой части здания было уже невозможно. И в этом году планируется потратить порядка 4-х миллионов рублей на капитальный ремонт нашего старого здания. Проект у нас уже готов, по проекту мы работали. И планируется отбить старую штукатурку и заштукатурить новую. То есть, в общем, изначально сохранить стиль и отделки, и облик вот этого здания. Если с ведомственными зданиями в городе более-менее всё ясно, их внешний вид стараются сохранить по мере силы возможностей, и деньги на это выделяются из бюджетов, то что будет с архитектурой в частных руках, сложно предугадать. Красивое здание построено в классическом сталинском стиле, расположено на перекрёстке улиц Пушкина и Жукова. С одной стороны, здесь появилась новая надстройка, с другой – пока плачевное состояние. Что получится в итоге, знает только собственник. Любое снастаринное здание невольно задумываешься. А будут ли сотрудники музея через сто лет? Так трепетно относиться к современной нам архитектуре. Возникнет ли желание охранять то, что строится в начале 21 века? Наталья Корчуганова – член Союза архитекторов. Говорит, то, что сейчас возводится в столице республики, трудно отнести к какому-нибудь стилю. Я, например, в ужасе от того, что жил массив, который на въезде в город, справа, когда въезжаем. Это всё равно безликий жилой дом. Посадили башенку, непонятно откуда взявшуюся что-то. И всё, может, авторам проекта кажется, что это какой-то архитектурный судеб он получил. И это всё в этих башенках. При том, что это совершенно безликая какая-то масса. Да, это коробки какие-то там. Я не знаю, что там понастроено. Это вот прям лицо города. Это въезжаешь и вот это вот. Абакан активно застраивается. Если в советское время архитекторы работали по строгим правилам и типовым проектам, то сегодня полная творческая свобода. Генплан застройки столицы расписан до 1935 года. У специалистов ещё есть время и пространство создать архитектурный шедевр начала 21 века. Ансамбль «Ульгер» Хакаско-Республиканской филармонии вернулся из Швейцарии. Впервые наш коллектив записал за рубежом сразу три диска. И впервые по приглашению частного спонсора. Швейцарский продюсер и этномузыкант увидел «Ульгер» в прошлом году в Лондоне во время фестиваля «Русская масленица». И решил, что сотрудничество будет интересным. Результат действительно впечатляет. Всего за шесть дней удалось записать два альбома ансамблевой музыки и один с хакасским эпосом с старинными мотивами и песнями плаченых. Напомним, до этого момента «Ульгер» за 14 лет существования в Москве записал всего один диск. Новый проект, в ходе которого диски будут распространяться по всему миру, открывает широкие перспективы. Уже будут знать именно «Ульгер» не как там сибирскую далёкую группу, которая находится в России, а как коллектив, у которого вышел диск именно в Швейцарии, где будет написано «Швейц-мейт», да? Это очень важно для европейцев, поэтому уже немножко и доверие будет другое, и отношения будут другое. Я думаю, что это очень положительно и отразится на самом ансамбле, и на имиджах ансамбля, и на перспективах, я думаю, что тоже. К этому часу у меня все новости, а прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блок. Увидимся. Продолжение следует...